Добрый день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале Вязание от Ангелины Азимок. Всем добрый день! Предлагаю связать сегодня вот такую интересную шапочку. На первый взгляд невозможно определить, как она связана, чем она связана, каким принципом она связана. Очень сложно. Сначала я хотела связать просто шапочку, а потом я решила, что это будет шапочка для хвостика. Потому что сейчас наступает весна и уже вполне это актуально. Вот такое интересное тут у нас завершение. Такая макушка интересная идет. Вяжется очень толстыми нитками. Вот таким двухсторонним крючком. С двух сторон. Вяжется просто, быстро, очень интересно. Очень интересно. И шапка двухстороннего такого ношения. То есть можно вывернуть. У вас сегодня настроение такое. Носим так. Тоже очень интересно. Есть настроение более спокойное. Носим вот таким образом. То есть обвязочки здесь нету резинки. Вот так вот она загибается и смотрится хорошо. Давайте попробуем. Сегодня предлагаю вам связать необычную шапку необычным способом. Смотрите, что для этого нужно. Два матка ниток. Или два матка ниток. Нитки у меня толстые. Мака Арктик здесь 100 грамм, 100 метров. Толстые нитки. Крючок нужен вот такой. Вот такой крючок. Двухсторонний. Пятый размер у меня. Я думаю, что такие крючки есть у многих. Но для чего с двух сторон крючок? Ну, я думаю, что мало кто догадывается. А мы сегодня будем с вами вязать очень интересную шапку именно вот таким крючком. Для начала нам необходимо набрать воздушные петли по объему головы. То есть первый ряд мы начинаем вот такой простой, традиционный очень. Вот, вяжем, измеряем по голове и смотрим, сколько у нас получится. А потом начинаем вязать очень интересным способом. Набираем цепочку. Примерно 70 петель. Теперь посчитаем сейчас с вами. Я набрала цепочку, у меня получилось 60. Нам нужно необходимое количество кратное 10. Для того, чтобы потом красиво вязать макушку, нужно обязательно, чтобы петелька, петель телек было ровно кратное 10. Вот, допустим, у меня 60. Вот, я соединяю. Как обычно мы с вами это делаем. Вот, и теперь смотрите, что мы делаем. Мы начинаем вязать, но немножечко не таким способом, как мы привыкли. Смотрите, мы вытаскиваем петельку и оставляем ее на крючке. Вот, допустим, два. Крючок можно взять так, как вам удобно. Допустим, три. Четыре. И вязать надо не туго. Пять. Шесть. Ну, допустим, семь. Вот. Это не принципиально. Теперь, смотрите, мы переворачиваем вязание. Подтягиваем крючок к другому краю. Берем ниточку второго цвета. И начинаем вязать второй ниточкой. Каким образом попритяжали или завязали кончик вот сюда, это не важно. В смысле, что мы делаем. Мы провязываем вот петельку. Провязываем. Провязываем желтый и коричневый цвет вместе. Провязали. Протянули через коричневый. Провязали. Протянули через коричневый. Провязали. Протянули через коричневый. Провязали. Одну петлю, когда она остается, мы оставляем. Подтягиваем к этому краю и начинаем вязать. Вот таким образом. Вот таким образом. Вот. Вязание очень интересное. Результат очень красивый. Вот. Если взять, то можно взять тоненькие ниточки, но при тонких нитках не видно рисунка. Как бы очень уплотняется. Вот. Поэтому надо вязать так вот, более как бы расслабленном варианте. Опять переворачиваем. Вот. Делаем накид. Провязываем желтую петельку и протягиваем через коричневый. Провязываем желтую петельку и протягиваем через коричневый. Если приноровиться, то самое сложное только первый ряд. А потом вяжется все очень легко, быстро, как по маслу. Вначале необычно, конечно. Вот. Но если взять толстый крючок, если взять толстые ниточки, вот. У нас на улице весна. Сильно туго вязать не надо. Пускай это будет какое-нибудь сочетание ниток, там, не знаю, белорозового или розово-серымки, там, модные оттенки. Вот. И вот таким образом, абсолютно несложно, мы вяжем. Вязание будет очень интересным. Оно легкое и за счет того, что вяжется интересно, вяжется быстро. Потому что, когда вязать скучно, то и вяжется долго. А когда вязать интересно, то вяжется очень быстро. То есть тут надо приноровиться, как держать крючок. Немножечко не так, как всегда мы с вами держим. Для меня тоже необычно. Я тоже вяжу первый раз такой техникой. Но мне она понравилась, и мне захотелось с вами поделиться. Довязываем наш первый ряд до конца. И потом посмотрим, как надо будет соединять и переходить на второй ряд. Это тоже важно, потому что немножечко не так, как обычно мы это делаем. Посмотреть соединение. А потом можно вязать до макушки. Просто ровно уже никуда не смотреть. Я думаю, что тут основное надо взять крючок. Вот такой купить интересный. Вот видите, что у нас двоенная петелька была. То есть здесь мы распустим. Купить вот такой толстый крючок. Он недорогой совсем. Посмотрите, расстоилась у меня там. И вот таким образом мы заканчиваем наш первый ряд. Я покажу, как переходить на второй. Смотрите, подошли к самому началу первого ряда. Вот. И завершаем первый ряд. Здесь вот у нас переход будет очень простой. Петель подъема здесь нет. Вяжется поспирально. То есть петлю провязали. Вот наша первая петля. Или последняя петля первого ряда. Мы ее вяжем. Вот таким образом. Подхватили. Провязали. То есть точно таким же способом, как мы с вами и вязали. Вот. Второй ряд и следующий вяжется намного как-то быстрее и легче. Потому что, наверное, уже приходит опыт, приходит навык. То есть мы вяжем с вами поспирально. Вот здесь вот будет небольшой такой, может быть, будет неровность, но ее в конце не видно будет. Набрали, перевернули и продолжаем наше вязание абсолютно так же, как мы с вами вязали. Вот. То есть желтенькую провязали петельку, а дели в коричневую. Желтую провязали. Через две протягиваем. Вот таким образом, спиральным. Мы провязываем до макушки. До макушки. А там мы будем убавлять макушку очень красиво, очень интересно. Вязание в итоге будет тоже очень красивым, интересным. Вот. Надо попробовать на самом деле. Вяжется очень просто. Очень просто. И чем крупнее крючок и нитки, тем интереснее смотрится узор. Если вязать маленькими, тонкими нитками и маленьким крючком, то не видно красоты и вот именно оригинальности узора. Вот. Поэтому давайте попробуем довязать до макушки. Вяжется очень легко, очень быстро. Особенно если есть такие, и можно взять двойные ниточки, допустим. Вот. И попробовать. Очень интересно, очень оригинально. Вот. Шапочка, она такая получается, плотненькая. Но я думаю, на весну будет хорошо, ярко. Вот такая она будет, цветная. Взять два цвета интересных. Можно в один цвет, но тогда не будет видно рисунка. А рисунок будет вот такой, вот такие полосочки желтенькие, интересные. Смотрите. Давайте мы посчитаем наши желтые ряды. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Вот. Провязав 15 рядов, мы начинаем вязать макушку. Макушка вяжется каким образом? У меня набрано 70 петель. 70. Каждую шестую и седьмую петли я буду провязывать вместе. Если у вас 80 петель, вы провязываете седьмую и восьмую вместе. То есть здесь нужно обязательно, чтобы у нас петли заканчивались, делились на 10. Если 80, значит восьмую петлю закрываем. 70, седьмую петлю и так далее. Вот, смотрите, как мы будем закрывать. Вот, мы взяли одну петельку, провязали вторую, третью, четвертую, пятую. Вот, пять провязали, а шесть и семь, мы их подхватываем и провязываем вместе, вот таким образом. Вот. И опять начинаем заново. Пять просто вяжем, а шестую и седьмую провязываем вместе. Поворачиваем наше вязание. Я думаю, что к этому моменту вы уже приспособились. Понимаете, что вязать очень просто. А если у вас такие же крупные нитки, как у меня, то это очень быстро. Вот, это очень интересно вязать. То есть мы вяжем все точно так же. Единственное, что у нас здесь вот сдвоенная петля. Вот. Опять набираем пять. Один. Два. Три. Четыре. Пять. А шестую и седьмую провязываем вместе. Раз, два. Взяли. Провязали вместе. Вот. Все. И вот таким образом мы с вами провязываем этот рядочек. Следующий ряд я вам покажу. И будет очень интересная, красивая макушка. Тут, получается, мы будем закрывать в каждом ряду, пока не закроем все петли. Вот. А их тут всего немножечко. Вот такая будет сдвоенная петля. В следующем ряду мы будем петлю перед сдвоенной и вот эту сдваивать. Вот. И у нас все время будет такой красивый рисунок формироваться. Но нужно обязательно посчитать петли. Один, два, три, четыре, пять. И одна сдвоенная. И опять вяжем дальше. И считаем. И вот, смотрите, первый ряд убавок мы с вами провязали. Идем ко второму ряду. И вот здесь, где у нас уже сдвоенная петля, это знак того, что нам нужно убавлять. Мы берем петельку, которая впереди, и которая уже сдвоенная. И вот ее мы тоже сдваиваем. Вот таким образом у нас будет идти. А вот. То есть все остальные ряды мы вяжем точно так же, пока мы не закроем все наши петли. Мы убавляем петельку, которая идет перед сдвоенной, и саму сдвоенную. Вот, то есть давайте еще разочек сдвоили. Дальше вяжем. Один, два, три, четыре. Получается, смотрите, пятая у нас теперь и шестая провязывается вместе. Вот. Вот таким образом, очень легким. Здесь у нас получается, как бы, желтые петельки расширенные. Но это будет смотреться очень красиво потом. Пока мы вяжем вот таким образом. То есть раз, два, три, четыре. Сдваиваем. И так по всему ряду. И до самого верха. А там уже просто петельки закроем, когда их будет совсем немножко. Когда все позакрываем. И оставшие пять-шесть петелек мы просто закроем. Вот, тут немножечко она, шапочка закручивается. Ну, мы ее вот так вот раскрутим. И для того, чтобы держалась здесь основа, можно здесь срачий шаг провязать. Сам. Вначале. А если вам нравится, что она закручивается, можно ее так оставить. Вот. Довязываем нашу макушку, сокращая вот таким нехитрым способом. Так. И вот. Смотрите, что у меня получилось. То есть я начала убавлять. Убавлять. Вот здесь немножко желтого больше. Вот. И, в принципе, смотрится все очень красиво. Все очень интересно. И я решила сделать ее, знаете, шапочкой для хвостика. А не просто шапочкой. Почему? Потому что вопросов очень много. Сейчас уже у нас весна, и очень многие девочки с длинными волосами мучаются, да? А тут как бы она и тепленькая, и нарядная, и только здесь будет хвостик у нас. Вот. То есть, когда мы уже дошли, смотрите. Одна, получается, петелька простая, одна сдвоенная. Вот, когда уже все довязали вот до такого состояния. Размер, мне кажется, уже такой хороший, его можно оставлять. То есть, коричневую ниточку, я думаю, мы обрежем, уберем. А желтую можно сделать, можно сделать обвязку. Вот, коричневую ниточку мы уберем вниз. Я думаю, что мы тут закрепим, чтобы она нам не мешалась. Вот. А желтую можно... Давайте попробуем сделать, может быть, обвязку за желтую взять. Давайте так попробуем. Столбиком без накида, наверное, свяжем. Вот. Так, 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 так. За что тут зацепиться? Не цепляется толстый крючок у меня. Не пропускает. Вот. То есть, просто за желтую ниточку беремся. Коричневую тут нет ее. За нее сложно ухватиться. А вот за желтенькую, мне кажется, можно вот так вполне сделать обвязку такую нарядную, красивую. Можно какой-нибудь цветочек связать. Сейчас подумаем. Цветочков у нас очень много с вами. Если вам интересно посмотреть цветочки, значит, открываем на канале плейлист. Узоры в копилку или детское вязание. Вот. Все цветочки я сохраняю там. Цветочков много. То есть, если хотим украшения, то, значит, смотрим там. Ну, допустим, может быть, из пышных столбиков. Ну, надо посмотреть любой цветочек какой-нибудь связать в двух цветах, да? Чтобы не просто шапочка, а еще и с цветочком была. Вот. Таким образом мы сейчас с вами сделаем обвязку. Просто столбики без накида. Вот. И уже все будет хорошо и нарядно смотреться. Вот здесь уже все у нас, как бы, мы дошли до места нашего. Ниточку обрезаем. Прячем. Вот. Вот эту ниточку надо коричневую тоже убрать. Затянуть, чтобы вот этого не было у нас. Вот. И желтенькую убираем тоже сюда. И получается у нас шапочка для хвостика еще одна. Вот в таком варианте. Здесь внизу мы обвязывать ничего не будем. Здесь вот так вот у нас будет все хорошо, красиво. Вот. Здесь за счет вот этих наших сокращений у бабочек шапочка тоже хорошо смотрится. Она головенной очень хорошо сидит. Вот. И по желанию можно связать какой-нибудь цветочек, какое-нибудь украшение. Вот. А на самом деле интересная очень шапка. И смотрите, по большому счету, да, у вас сегодня настроение там другое. Взяли, вывернули шапочку. И пожалуйста. И она вот такая интересная. Почему нет, да? Можно ее в таком варианте носить. Вот. Предлагаю всем попробовать такое вязание. Необычное, интересное. И очень практичное для тех, у кого хвостики. Все. Приятных петелек. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А готовые вязаные изделия можете приобрести на моем сайте.